А перед началом этого видео я хочу вам посоветовать действительно хороший ютуб канал Энглер. Его основная фишка в том, что здесь регулярно проходят действительно интересные и культурные ребята, что важно, без мата, стримы по World of Tanks с высоким уровнем скилла. То есть человек конкретно играет на результат, у него там выше 70% побед, высокий ВН8 и есть реально чему поучиться. Кроме того, тут бывают еще и стримы со зрителями. Так что обязательно подпишись, ссылочка в описании, рекомендую. Всем привет, ребята, на связи GrimOptimist и сегодня, как я и обещал, я хочу немного поговорить про карту Эрленберг. На самом деле, наверное, уже стоило сделать эту пару недель назад, когда появилась информация о том, что разработчики ее собираются в очередной, я не помню уже какой раз, менять. Причем в данный момент рассматривается два варианта изменений на этой карте. Но как-то я тогда не придал этому особого значения, я посмотрел на эти изменения, плюнул и забил. Но вот недавно на стриме просто снова попал на Эрленберг. 15-ти минут на стоялого, закончившиеся ничьей. И что-то пригорело, решил вот высказаться. Вообще, это, кстати, удивительная ситуация. Вот сейчас в патче 9.19, да, при том, что у нас довольно сильно ускорился геймплей, то есть там турбо-бои. Эрленберг это одна из немногих карт, где по-прежнему можно просто 15 минут стоять и потом увидеть надпись ничья. И есть даже такая точка зрения, я об этом уже говорил в предыдущем ролике, что некоторые игроки считают, что разработчики специально не убирают эту карту, потому что если ее убрать, тогда у них средняя продолжительность боя в игре резко уменьшится. Потому что Эрленберг это единственная карта, где постоянно стоялого дичайшая. Да, забавно это все звучит и, наверное, какая-то доля, скажем так, истины в этом есть. Смысл-то, ребята, в том, что Эрленберг это карта, которая вообще никогда на моей памяти нормально не игралась. То есть на ней всегда были какие-то проблемы. Было там чуть лучше, чуть хуже, но то, что на ней происходит сейчас, это вот за гранью добра и зла, серьезно. Потому что у меня вот такое ощущение, я, может быть, конечно, преувеличиваю, но что процентов 30 боев, там 40, это ничьи на этой карте. И по статистике, по официальной, я знаю, что на первом месте по ничьим эта карта, уж сколько там процентов, не помню, но на первом месте. И это, ребята, конечно, трэш. Сама концепция этой карты, она мертвая. Потому что мы имеем две стороны, да, где есть там холм большой, с каждой стороны. Есть какие-то постройки, которые соединены мостами, а между ними река. И когда у нас карты строятся подобным образом, невозможно создать, в принципе, динамичный геймплей. Потому что при таких условиях всегда гораздо более выгодно дефить, нежели чем рашить. Потому что там очень хорошие позиции есть для дефа. А пока ты рашишь, пока ты со своей стороны по полю проедешь. Потом мост, потом с вражеской стороны по полю проедешь. Тебя уже разнесут 30-е раза. И сейчас, вследствие этого, мы вот видим эти 15-минутные бои. Разработчики, еще раз говорю, две концепции рассматривают. Первый, это вообще трэш. То есть я, когда ее увидел, я сразу понял то, что это ад какой-то. Я решил, кстати, не вставлять в свое видео кадры из будущих версий. Поскольку там очень много придется показывать. Я в описании оставлю ссылочку на ролик. Там можете ознакомиться. Все хорошо показано. И все сразу вы сами поймете. Первая концепция. Разработчики хотят больше сделать домов, пожирнее городов и так далее. И надеяться, что это как бы даст какие-то укрытия и так далее. На самом деле, увеличивая количество домов с каждой стороны, ты наоборот только сделаешь хуже. Потому что только больше будет возможностей анально задефиться. И по-моему, это не то, что не секрет. Это, блин, сразу в глаза бросается. Всегда, когда есть удобный деф, будут люди там стоять. Потому что у нас игра так сделана. То, что дефить всегда выгоднее, чем рашик практически. Да, раш какой-то может быть как бы успешен, только если он какой-то массовый. Да, и такой вот, ну, общий что ли. То есть, когда вот прямо люди берут, там несколько человек из команды. Там 4, 5, 6, 7. И едут там. 5, 4, наверное, мало даже. Обычно, если там в раш в 2-3 рыла, это просто вы поехали и отсосали там дружно. То есть, как бы, ну, чаще всего так бывает. Если вы, конечно, не во взводе. Если просто рандомные игроки. То есть, и поэтому первая концепция, она настолько какая-то безумная, что я даже комментировать ее не вижу смысла. Там просто трэш. Такое ощущение, что разработчики до сих пор так и не понимают, что в их игре обеспечивает бодрый геймплей. Потому что они до этого нам 5 лет втирали то, что артиллерия делает эту игру такой БТРной и динамичной. Оказалось наоборот. То, что когда арту понерфили, пошли турбобои и по 2 минуты. То есть, артиллерия выполняла в игре прямо противоположные функции, которые они на нее возлагали. То есть, это уже о многом говорит, на самом деле. О том, как разработчики понимают свою игру. Так что, говорю, первая концепция Орленберга это трэшак. Вторая концепция, она, скажем так, немного более какая-то, наверное, логичная. Или, наверное, будет правильно сказать, менее безумная. То есть, они хотят, во-первых, там немного сместить базы, сделать так, чтобы в каждом бою, как бы, команды появлялись сразу с обоих сторон. Но, на самом деле, опять-таки, это не сильно что-то даст. Потому что все равно будут пытаться переехать. Надо тогда команду очень сильно разводить. Прямо чуть ли не по углам. Это вряд ли что-то изменит. Просто физически. Потому что люди все равно, как бы, подсознательно хотят быть с большинством. Если ты закинешь человека на берег, где будет, там, допустим, 5 человек вместе с ним, они оттуда уедут все равно. Или, если они уедут, они там всосут. То есть, понимаете, как бы, это не работает. И плюс они еще хотят сделать больше точек укрытий на каждом берегу для дефа, а также для наступления. То есть, концепция, опять-таки, она все равно не будет работать. Я гарантирую это просто. Я гарантирую то, что новые вот версии этих карт, они будут точно таким же говном, как и сейчас. Ну, может быть, чуть-чуть получше, но это не изменит общей ситуации. Я не знаю, почему до сих пор никому в голову не пришла идея. При том, что они ее уже сами использовали. В консольных танках, там, был такой момент, что, как снегопад, как бы, на карте происходит. И на карте Эрленберг, если ты попадаешь в снег, река замерзает. Ребята. И можно в любом месте ее переехать. Вот просто тупо в любом, практически. Почему эта гениальная мысль не пришла никому в голову до сих пор? Вот серьезно. Притом, нет, она пришла, ну, то ли не тем людям, то есть, там, тем, кто делает на консолях, да, то ли что. Потому что вот эти вот, понимаете, вот река и мосты. И это мост смерти. То есть, никто не поедет по этим мостам. Там есть, правда, еще проезды по воде, но там, ты еще замедляешься в них. Там, короче, задние, они простреливаются, эти заезды, все равно там, с верхних точек. И почему просто не взять и не сделать реку замерзшей? Чтобы просто ее тупо в любом месте можно было переехать. Вот, вот, вот это изменение, оно, может быть, и даст какой-то БТР этой карте. Тогда не будет, понимаете, ну, вот таких ситуаций, то, что, говорю, вся команда свелась на мост, и вы стоите ждете, когда эти смертники к вам приедут. Понимаете, в данный момент на Эрленберге чаще всего побеждает команда, которая в анальнейшем, просто вот в гиперанальном дефе, она побеждает. Ну, или бы ничья бывает, как, кстати, на ваших экранах сейчас. Это бой из одного из недавних стримов. То есть, либо будет ничья, либо противники начнут рашить, да, под конец, когда там три минуты останется в надежде, ну, ничью-то неохота получать, и вы их просто как в тире по отстреливаете, все. Первая команда, у которой сдали нервы, она проиграла. Замечательная концепция для динамичного геймплея. Сделайте реку замерзшей, господа разработчики. Ну, вы же уже делали это на консолях, ну, неужели не приходит такая мысль? Все, и не будет вот этой вот херни с мостами. В любом месте можно будет переехать, народ будет более... Понимаете, сейчас ты через мост переехал, ты оттуда уже не уедешь. Просто физически не уедешь. А так можно будет в любой момент раз свернуть в город, да, сделать пожирнее город и сделать, еще раз говорю, реку замерзшей. В любой момент можно будет раз и переехать, и скрыться, и все. Все будет нормально. Почему, блин, эта идея, которую, еще раз говорю, уже использовали, да, в консольных танках не пришла нашим уважаемым, любимым разработчикам ПК-версии? Я не знаю. Кстати, может быть, кто-нибудь спросит. Да, я смотрел, ребята, видео вспышки, потому что многие просили посмотреть, скидывали мне там ВКонтакте. Посмотрел. В принципе, он сказал примерно то же самое, что и я. Вернее, я сказал то же самое, что и он. Но, как бы, разработчики все равно это не понимают. То есть, вот там, может, Сергей там может видео сделать, я могу сделать, там, даже Джофф, если сделать, неважно. В любом случае, они все равно сделают, как хотят. И от этого реально, ну, как-то не очень приятно. Серьезно. Когда ты понимаешь то, что... Вот гарантирую, ребята, то, что выйдет карта, это, ну, никому она не понравится. Ну, сто процентов просто. Будет то же самое дрочилово, что и сейчас. Может быть, там что-то по мелочам изменится, но основная концепция вот этого вот ожидания 15-минутного, она никуда не денется. И в связи с этим мне вдвойне непонятно, почему разработчики просто тупо ее не убрали давно уже. Еще раз говорю, Эрленберг, она всегда была стремная. Они кучу карт повыводили, некоторые из которых были вполне себе неплохие. Почему, блин, Эрленберг не убрали? Это, еще раз говорю, по статистике, карта с самым большим количеством ничьих. Ёл-фау, ну, неужели этого недостаточно, чтобы ее убрать? Мне это непонятно. Такие дела. Пишите в комментариях свои мнения по поводу карты Эрленберг. Я вам свое сказал. Лично, если вы согласны с ним, то ставьте пальцы вверх и не забудьте подписаться на канал. Спасибо за внимание. Всем до скорого. И всем пока.